здорово уже больше трех лет каналу а мы как-то вот все время только вскользь разговаривали с вами о гитарах ltd и многие из вас писали я все время об и спи я всегда там делаю какую-нибудь иерархию гитары и спи у меня димон сделай иерархию ltd я там сделаю 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 забываю и и так вот почему-то вскользь там мы упоминали когда мы делали ltd элиты но тоже это и спи считает они ltd а вот об ltd гитарах мы мало с вами поговорили и сегодня я как всегда на канале гитарной истории зайду издалека расскажу свою историю первой своей как я считаю настоящей электро гитары то есть хорошие электро гитары до того у меня были там всякие уралы переделаны какие-то безымянные советские гитары переделаны акустики с электро струнами причем это тоже была такая дичь все гитары были вот когда мне первого пола это было ltd тысячная я вскользь рассказывал об истории приобретения этой гитары в моей 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 сериале в этом или как она называется там три серии сейчас эволюция моей коллекции на все-таки немножко здесь расскажу поговорим об этом покажу вам послушаем мы с вами вот эту ltd тысячную и немножко я вскользь упомяну понятно об этой вот иерархии ltd и и как это как как ltd меняли вообще понимание о гитарах у любителей гитар это за последние лет 15 это был где-то год 2007 я только вернулся из ирака я помню в ираке я короче сидел у нас тогда первые полгода когда я был у нас не было компьютера ну интернета не было у нас в наших этих там где мы жили нужно было идти в интернет центру то как там компьютеры стоят надо было приходить там что-то я тогда еще помню на форумах на каких-то сидел там приходил то даже на форумы писал но так во время там когда делать нечего было а потом мы мой кореш купил себе антенну он как раз родить там что-то где-то он договорился с каким-то там гражданскими ну контрактниками короче продали ему тарелку такую здоровую и эту тарелку мы настроили провели интернет нам в комнаты ну в свои сына такие как вагончики такие мы там по 2 1 вагончик жили и это там у нас был интернет но вот я помню когда я приходил вот это в интернет кафе в это там она там интернет кафе кстати было зачем пока идешь в интернет кафе надо проходить через такой хаджи базар мы их называли ну то есть вот эти местные короче приходили чуваки и продавали нам всякую дичь короче фейковые вот эти 9 там можно было покупать от фильм только вышел в кинотеатре мы там и шли покупали 9 еще так видно что кто-то там из-под полы снимает там люди ходят пердит кто-то кашляет короче такие видосы ну так мы смотрели фильмы которые только выходили ну там можно было покупать одно 9 один диск а на нем там все фильмы арнольда шварценеггера ну или как это так но то там понятно там верблюжие всякие черепа короче все что можно было купить и вот проходили через этот рынок я там увидел раз ну там он маленький увидел там раз усилок какой-то был комбик такой но вообще наверно дешевый и гитара электро гитара продавалась скорее всего какой-то алиэкспресс непонятный китайский я думаю блин а гитара сейчас у меня была акустика с нейлоновыми струнами там я так просто сидел нам что-то брончал думаю гитара электро гитара это же я у меня ну я в германии тогда был у меня в моей комнате в казарме там была уже гитара моя стагма и леворуке перевернутый а я думаю надо электро гитару думаю приеду надо надо начинать на гитаре уже серьезно играть это потому что я так только на акустиках там забросил года на 4 на 5 потом вроде как на акустике пытался что-то вернуться ну такое и думаю надо электро гитару себе брать начали от этого интернет-кафе это же проход через базар смотри мой взгляд на электро гитару заставили меня задуматься заходил и и смотрел все гитары какие гитары мне взять я не знал я вообще в них тогда толком по ну ладно электро гитара какая потом так подожди металлика да ну понятно металлика там гитары и спи а ну и набираешь гитары и спи в гугле понятно лтдхи вылазят все подряд все думаю надо гитара какая-то металльная вот я помню я тогда что-то смотрел на вот эту подписную гитару как же что дэн 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 какой-то дэн короче красный такой explorer и с потеками крови понятно что к этому explorer я пришел смотря на гитару джеймса хэтфилда такой а у него explorer только это какая-то острая какая-то непонятная еще и скролли ну скролли вроде ништяк потеки крови там набер и вот я смотрел они тысячу тогда стоили 999 это была лтд 600 серия так же дэн ну там какая-то она там дэд что-то там 600 серия сюда фотографии вставляю я вот на нее смотрел потом думаю а подожди что там может я себе на заказ вот именно и спи возьму я тогда залез на сайт и спи там что-то не понимал там меня спрашивают там дэка из какого дерева я какая хрена разница там чего-нибудь натыкал короче натыкал я не знаю там наверное какой-то франкенштейн у меня получился показала мне пять тысяч шестьсот чем-то там долларов думает они что-то я что-то я тут перегнул думаю как вообще гитары такие они стоят они не могут стоить только ну это что за бред вот это я на эту гитару этого дэна как решится было на вот это вот с потеками красными смотрел 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 ну понял лтд потом начал читать изучать это за это все время там особенно когда у меня компьютер уже интернет был в моем этом вагончике этом начал изучать понял что лтд и спи это разные вещи там понял что такое бюджетная часть вот это диспе думаю человек буду париться с этими и спи гитарами там возьму сел тогда и как-то потом не заказал а потому что мы мы уехали мы уехали с того места ссла фара севера мы уехали в рамаде там началась короче активная фаза там нет нет ни до этого было и потом когда мы вернулись я что-то в германию я что-то начал ходить там по магазинам музыкальный магазин зайду музыкальный магазин зашел музыкальный магазин, и висит там гитара. Написано LTD. Сзади написано ESP, вот как здесь вот на валюте, я помню. Думаю, вот, всё, эту гитару беру, и что-то я не помню, сколько она стоила, в еврах, понятно. Ну, короче, взял я её чёрная гитара, помню, принёс я её в бараке, и все такие, вау, классная какая гитара, там чувак один прибежал, ну, старший по званию меня, там, и такой, вау, какая гитара, круто, он тоже там металл слушал, что-то, короче, мы такие на эту гитару злюбовались. А это была просто M100. М100, я с ней там чуть ли, ну, не чуть ли, а я с ней спал, то есть, там, у меня ни подставок не было, ничего не было, она же без кофра, ну, обычная, бюджетная M100. И я что-то там рядом с собой, там, её там клал, короче, спать лёг, она у меня упала, где-то в угол кровати ударилась, вот такой здоровый кусок краски на ней слетел. Буквально на третий день, наверное. У меня ещё усилка не было, я ещё тогда, ну, не догнал, какой усилок, там, пока ходил, в этот же магазин я приходил, там купил усилок, хардки, хардки усилок был для гитары. Потом я там басуху, Ямаху купил, потом я там купил, ну, бас-гитару, потом я там купил, ещё барабаны я там купил, всё это потом с собой привёз в Америку, барабаны здесь продал, бас продал, и спи, вот эту М100-ку здесь продал. Но там, я помню, мы в казарме всё это понаставили, там, мочили, что-то там, короче, это там шум гам стоял, это, ну, мы только приехали, мы ветераны были нам, нам было всё, всё, всё равно, нас никто там не трогал. И вот, я помню, тогда приехал, начал их продавать, и я был тогда в Техасе, и в Техасе у меня рядом был магазин, магазин Space Tone Music, и вот там, вот это можно считать моим отчётом, это 2007 год, это отчётом того, как я начал собирать, ну, гитары, там, коллекционированием, заниматься, и вот я, помню, пошёл и продал эту М100-ку, у меня её купили в Sam Ash магазин, был, у меня купили за 60 долларов её. Я не помню, за сколько я брал, но, понятно, дешевле купили. И вот с этого момента я понял, так вот, начал обращать внимание на бушное, что они, категории ЛТД идут почти вот сопоставимые, это 2008-2007 год, почти сопоставимые с ценообразованием у них, то есть там, М100 стоило 100 долларов на БУ, М200 стоило 200 долларов на БУ, М400 стоило 400 долларов на БУ, там, 600-я серия, это подписные все серии стоили где-то 600 долларов на БУ, я тогда себе купил Джеффа Хэнемена, это вот моя вторая ЛТД, такой апгрейд я сделал, с Эмки перешёл сразу на Хэнемена, GH600, абсолютно не пожалел, до сих пор считаю, одна из лучших гитар, тоже я её где-то за 650, по-моему, взял, ну, там, пересыл уже тогда, на eBay, по-моему, я её брал или как-то так, ну, тоже шёл. И вот тысячная серия, она всегда вот где-то была там 900 долларов, где-то вот около тысячи, сейчас они, кстати, дешевле в два раза, но это потому, что тогда тысячная категория, вы должны понимать, это почти 15 лет назад, тогда тысячная категория не была такой конкурентной, как она сейчас, вот, мы только недавно говорили о Шекторах, что там тысячные Шекторы, они прям взяли первенство, там сейчас Чарвеллы, там сейчас мексиканцы, какие хочешь, EVH, там сейчас Индонезы, Ибанезовские, тысячная категория сейчас плотная, тогда она была вообще отсутствовала, то есть, бэушные Джексоны американцы были где-то около от 1100 до 1500, можно было найти даже за 1000, можно было найти за 900, вот как раз 2008-2009 после кризиса, но это надо было поискать, я брал себе ESP KH2, то есть Kirkham на болтах, я брал за 900 долларов, тогда, сейчас это тоже почти нереально, но тысячная категория, это были LTD-хи, LTD-хи, тысячная серия, они были вот примерно так, тогда вот я когда брал ESP, Kirkham, это KH2, все тогда и говорили, такие, ух, как классно, я повезло, взял почти, ну не почти, взял по цене LTD, взял ESP, и я никогда тогда не брал 1000 серию, вот из-за этого, что я знал, что можно взять себе, было ESP, зачем брать надо было LTD-1000, если я мог взять ESP, я уже тогда был, до того, как я стал в секте Джексона, у меня были ESP, первая была ESP Deluxe, я ее взял, за 790 долларов, то есть, это DSP на болтах, тоже как M, M, там она M2 Deluxe была, ну с синглом в Nike, и я никогда не попробовал 1000, потом, я всегда приходил в магазины, там смотрел, она мне казалась всегда какой-то, ну, королевой цыганщины, цыганской королевой, вот, ну здесь это четко видно, да, вот окантовка, вот эти вот, морские ушки, короче, идет обычная окантовка, все хорошо, но морскими ушками они придают вот такую вот, сейчас прекратили, я наконец-то, в 2020 году они додумались, ну, по-моему, пару лет назад они уже начали это делать, что перестали вот это цыганство, сильно, конечно, оно блеск, вот это, особенно инкрустация идет с морскими ушками, окантовка идет с морскими ушками, хорошо, что хоть название с морскими ушками, не знаю, не проинкрустировали, но я помню, смотрел и думаю, нет, что-то вот-вот не то, вот, зачем, зачем мне брать гитару, которая стоит дороже, чем подписные вот ЛТДхи там, Джеффа Хэнемена за 600 долларов, я могу взять и там все, что мне надо, плюс еще вот эта подписанность, то есть как фанату там приблизиться, потом я как-то сразу на ESP перешел, уже потом только ESP брал ЛТД, ЛТД я вообще не обращал внимания, и довольно долгое время они у меня все спускались, в моих глазах все спускались, спускались и спускались, потому что подымалась у них цена, вот это было 15 лет назад, когда я говорил, такая категория там сотка-сотка, 200-200, 400-400, а потом они что-то начали сдвигаться, что-то сдвигаться начало, цена больше, качество там вроде не меняется, а цена растет, то есть уже сотку за сотку ты не купишь на БУ, они уже 200 стоят, 600-ю ты тоже уже не возьмешь, они тысячу и больше даже уже потом, вот сейчас вот стоят, то есть сейчас за 600-ю серию за 600 брать, это считай украл, 400 тоже, они сейчас по 700, по 750, вот они, и, ну это уже не работает так, как оно работало для меня тогда, вот эта БУ-шная серия, но, кстати, вот эти вот тысячные, они что-то подешевели, вот из всех, из всех, которые я знал, все вот эти вот бюджетки до 1000, они поднялись в цене, а тысячные упали, то есть они были около, тысячная, около тысячи, сейчас вот, вот эта гитара, допустим, за 550 ее можно взять, легко, без кофра, а это 1000 на Eclipse, MH1000, тоже можно там около 600 взять, там все зависит от состояния этой гитары, но эти гитары, я вот сейчас ее взял, я на ней играю какое-то время, чтобы понять, что это за гитара, это бомбезные гитары, здесь ESP, идут оригинальные, 88, 81, 81 здесь стоит, здесь, ну, фурнитурка, конечно, такая она не так покрашенная, как могла бы быть, то есть здесь видно, как она облезла, причем облезла быстрее, чем она должна была быть, но качественная, здесь есть шурупчики, которые держат ее, можно ее закрепить, что она не будет выпадать, когда вы струны поменяли, там перевернули, они все высыпалось оттуда, здесь это все шурупчиками зафиксировано, цыганщина осталась, ну, почему они, скорее всего, в цене начали падать, это потому, что новые вышли, тысячные тоже, и новые вот уже идут более презентабельные, без цыганщины, переход тут идет красок, то есть с черного на серое, там с красного, там на желтое, такие вот модерновые переходы, вот это, и они идут намного качественнее, что касается лакировки, то есть вот эти вот гитары, и 400-е в то время, тогда даже 600-е, тогда вот у меня был ЛТД Джеффа Хеннемена, ЛТД 600-е, и у меня был черный тоже, ESP Джеффа Хеннемена, они другие по ощущениям, то есть вот это вот, она еще по шекторовской, вот этой вот, как я называю, технологии, то есть закованная в такой толстый слой лака, и тут видно, у меня здесь скол, произошел до дерева, и тут видно, ну, тут полмиллиметра, короче, чисто вот этого лака с краской, то есть толстый такой, толстый лак, и видно, что эта гитара вот приземлилась на эту, на бочину на свою, и он тут скололся, сейчас они делают немножко тоньше, вот так же, как и шекторы делают тоньше лака, иногда даже там меняют лак, то есть нитру уже может использовать, могут вообще ее не покрасить, то есть это вот новые технологии, которые были навеяны вот там, новыми брендами под металл, которые делаются там, кизелами, там вот такие вот майонезами, они же тоже любят такое, тонговым маслом покрыть гитару, и все хорошо, поэтому тысячные пошли вниз, потому что новые технологии тысячных лучше, ну, то есть новые тысячные лучше, чем вот эти вот делаксы, но это дает возможность нам всем, особенно кто хочет найти себе, как можно лучше гитару, за как можно меньше денег, то есть цена, качество, самое лучшее, вот эти вот нужно смотреть на делакс тысячные, мэйч, эмки там, вот это вот эклипсы, колки, голова, да, но если мы, мы уже про цыганщину поговорили, мы пропускаем цыганщину, как бы так, не смотрим уже на нее, потому что она есть, ее никуда не денешь, колки стоят локовые, здесь спрецл локовые колки, которые, я уже говорил, что они лучше, чем вот на шекторах, которые за тысячу идут, тут у меня были, где они тут, ну тут, по-моему, а, тоже локовые, да, вот они, локовые шекторы, такие, с большовой такой гайкой, вот на всех, на всех шекторах, которые вот это у меня были, с локовыми колками, здесь спрецл, они качественней, лучше, удобней, и, и легче, то есть, если вы волнуетесь, вот насчет, добавленного веса, на голове, здесь это, конечно, хорошо, тем более, вот на этой гитаре, эта гитара сделана из махагона, она, ну такая, она весит, весит больше, чем шектор, это точно, я могу сказать, здесь идет, понятно, валют, на валюте написано ESP, это, кстати, надпись ESP на валюте, меня в то время, когда еще не понимал гитарах, очень сильно привлекла, я уверен, что из вас, кто смотрит, как гитара, там, одна из первых гитар, да, там, ну, накопили, там, до 500, до 550 долларов, то я, опять же, я всегда советую посмотреть на БУ, на качественный БУ, не на мусор БУ, там есть мусор на БУ, ну, может попросить, там, кого-то друга, какого-то, там, присылать, да, даже мне, иногда вы присылаете фотографию, там, Димон, вот, хочу купить гитару, как ты думаешь, хорошая, не, то, что можно сказать по фотографии, ESP на валюте, корейская, сейчас их делают, по-моему, тоже в Индонезии, ну, в Индонезию сейчас поехали все гитарные фирмы, гриф, здесь идет тонкий и узкий, тонкий и узкий, это, конечно, надо привыкнуть, если вы привыкли, там, к более широким грифам, а любой гриф будет шире, чем здесь, здесь он сильно узкий, сильно, тонкий это хорошо, но сильно узкий, надо привыкать, привыкнуть, конечно, легко, но, я знаю, как могут, кто-нибудь может, немножко, вот, поволноваться по этому поводу, порожек здесь стоит, вот, с этого сплава, сплава, с которого делают сейчас PRS, какие хочешь, то есть, здесь качественный порожек, он не будет тут не протачиваться, тем более на гитаре нет машинки, все, все отлично, окантовка, инкрустация, морское ушко, то есть, такая, придает, придает блестячности и цыганщины, мы уже об этом поговорили, качественный, отличный здесь палисандр, я на него смотрю, вот, такой палисандр, который он должен быть, темненький, достаточно пор, но не сильно много и не сильно мало, палисандр, он полистое дерево, и придает иногда такой, шоколадности этому грифу, лады, сделанные качественнее, чем на любом американском Джексоне, тут есть козырек, но козырек заходит в накладку, накладка идет, как бы, сверху козырька, здесь никогда в жизни он не поднимется, чтобы под него попала струна, здесь стоят джамбо лады, их почти не слышно, то есть, они заточены за, как оно, crown называется, ну, то есть, коронки на них поставлены с краев, настолько, что, ну, очень-очень качественно, гриф вообще здесь очень-очень-очень-очень хороший, за исключением, вот, если он сильно узкий, и многие могут, могут быть, как-то им непривычно играть на таком узком грифе, но очень удобный, быстрый, хотя он и залакированный, но быстрый гриф, и, ну, до 24 лада, есть проблемы из-за квадратной пятки, здесь бы я, конечно, сделал бы ее срезанную, вот так, ну, как на модерновой гитаре делать, но все равно можно, до 24, до 22 лада, здесь без проблем можно, то есть, доступ к верхним ладам здесь намного удобнее, чем у гибсона, это так, сингл-кат, поэтому сравнивать надо с гибсонами, дека тоньше, чем у гибсона, намного удобнее, здесь есть вырез под пузо, есть немножко здесь вырез под ладонь, опять же, ну, это вы, если так играете, то он вам не нужен будет, если вы играете так, то он вам будет более-менее помогать, этот вырез под ладонь, особенно если вы там будете еще нибудь, типа, каких-нибудь соляков там ядреных, то этот вырез вам поможет, мне бы хотелось здесь еще вырез под предплечье, но это уже, наверное, я так понимаю, просить очень много надо было, и они бы не смогли вот эту цыганскую инкрустацию так сделать, чтобы она вся вот прям, прям вам светила в глаз, и поэтому она такая, ну, это, здесь есть пузцо, написано на некоторых есть кленовый топ, написано на некоторых нет кленового топа, я имею ввиду черные, черные матовые, которые там нет кленового топа, про эти я так и не понял, на каких-то было написано, что есть кленовый топ, но на модерновых написано, что нет, именно черные такие залакированные, я не знаю, много эклипсов идут, понятно, с кленовым топом, это те, там, где его видно, там, понятно, шпон может быть сверху, но кленовый топ, шпон для красоты, но кленовый топ обязательный, Я всегда, у меня такая Как бы Понимание было, на гипсонах Тем более, это если есть пустцо То есть кленовый топ Если нет пустца, то это значит чистый махагон Что-то вот я хочу сказать, я не снимал звучки Можно снять звучки и посмотреть, но я думаю, что здесь Кленовый топ, потому что гитара довольно-таки тяжелая Сам махагон по себе Ну, тяжелое дерево Но когда к нему еще клен добавляешь, то это Делаю гитару Ну, три Три с половиной, как минимум Три семьсот, может где-то так Звукосниматели, как я сказал, EMG Оба EMG, 81, 81, мне нравятся 81, 81, это Кирка Хам Это такая Формула Как на Уиджах, сейчас он ставит Бондбрейкеры свои подписные Здесь идет, кнопочки идут Обычные, хорошие кнопочки, это понятно Это не гипсоновские, которые надо заменять Мгновенно, ну да Если вы играете стоя А то, понятно, на локовые Как они, топ Не топ-локи, блин, забыл Локовые, короче, эти кнопочки надо менять Про бридж я уже вам Кто-то заходил Про бридж я вам уже сказал Что это идет, как на эпифоне То есть под отвертку разрез Но он Здесь был типа как золотым Мы все помним, да, цыганчина там и так далее Ну, вместе с этим Надо даже золотая Золотая, надо с такой инкрустацией, с такой окантовкой Это золото стерлось Но все равно Бридж очень удобный Здесь абсолютно ничего не колет В отличие от некоторых гипсоновских Нешвели брыджей Там вот эти вот штучки, седла Они как-то иногда бывают, впиваются Ну, привыкнуть можно, конечно Но это я хочу Заметить Стоптейл То же самое Тоже стертый Уже со временем Ну, это такое Здесь идет Классическая Эклипсовская Уже чисто ESP-шная Потому что первые Эклипсы мы знаем Они шли Ну, воровали Продолжали По инерции По инерции ESP, она компания У меня есть история Гитары ESP Там я это все говорю Но ESP Начинали, как и все Японские фирмы Которые зарождались Там в конце 70-х В начале 80-х Они воровали дизайн Ну, американские фирмы Понятно, мне без этого И первые ESP Эклипс 1 Они шли Под Ласпол Даже вырез Этот был под Ласпол Потом Ласпол Он Погрозил пальчиком Сказал, что Ни одну гитару Вы не сможете Импортировать в США А как только Вы импортируете Мы сразу вас засудим И они начали делать Свои собственные Вот эти вот Эклипсы То есть Тоньше дека Вырез Более открытый Чем у Гибсона И расположение ручек Идет вот Как говорится Под Играющего Человека То есть Она вот по дуге Джон Петруччина Своих Мэджести Он также сделал Все свои ручки Они у него идут Вот как у него рука Проходит Так у него идут Ручка, переключалка Ручка, переключалка Все вот здесь То есть Это вроде как удобно Также намного удобнее Если вы посмотрите Намного удобнее Чем вот эти четыре ручки На Гибсоне То есть Там Дань памяти Тем годам Когда еще В конце 50-х В начале 50-х Начали Они эти ручки Расположение Делали То конечно Это удобнее Это удобнее Тут тон Два тон И громкость Громкость То есть Две громкости Тон Хорошие потенциометры Ставят Пятисотки Очень хороший ход Очень 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 Такое Ну Если вы Не если А когда вы пользуетесь Как киллсвичем Очень легко Это все делается Дотронулся Оно выключилось Но само по себе При игре Вот иногда Есть такие Настолько мягкие Что при игре Они начинают Там сами по себе Крутиться Они не крутятся То есть Все здесь хорошее Электроника Здесь хорошая Фурнитура Здесь хорошая Это не самое Высокое качество То есть Не ESP Не ESP Kizo Custom Shop Но это все равно Хорошая Тысячная серия Это понятно Они делались Как самые Высокие Ну Верх ЛТД Иерархии ЛТД Понятно Там элиты было Но это больше был Прототип Е2 Мы об этом уже говорили То есть Это отличные гитары Я всегда советовал ESP Всегда Сейчас в последнее время Начинаю советовать Уже больше Шекторы Шекторы Вышли на новый уровень Поэтому Я это понял Я это на практике Сам почувствовал Я поэтому Шекторы больше советую Но также Тысячная Тысячная Тысячедолларовая Вот эта вот Ниша Она заполнилась Другими Куча других гитар Но вот я Что хотел сказать Это вот Эта гитара ЛТД Эклипс Тысяча Я его буду продавать Где-то за 500 долларов Правда Если я его буду продавать Но когда я узнаю Когда я буду переезжать Надо будет сбрасывать Численность моих гитар В коллекции Но за 500 Это отличная гитара То есть Пацана Качество Очень-очень Она понятно Не самая свежая Эта гитара Уже есть Сколько-то лет Я не знаю Тут определить С шестого года Вроде бы То есть Она игралась Тут есть вот эти сколы А лак Вот этот Это не гипсон Гипсоновский Нитролак У него свои есть недостатки На него чуть разлил Там венца Он уже на это потек Но зато Когда там идут сколы Оно видно так Он винтажится А не портится Здесь вот этот лак Он сколы И они во-первых Могут быть неприятные На ощупь Потому что острое Ну как стекло Подбитое стекло Это Я такой лак Никогда не любил Это Шектер Ну ладно Это тема отдельная Про лаки Про это все Вот такая вот гитара Давайте ее послушаем И в конце я еще вердикт Как всегда скажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ему какое-то говно всунут Эту гитару, даже если ты возьмешь Даже если тут электроника какая-то подубитая Даже если тут все Но это настолько качественно сделанная гитара Что к мастеру ее отнести раз И все, мастер ее довел до ума Ну сколько там еще, 100 долларов сверху засунул И все, сиди на этой гитаре, играй, практикуйся И эту гитару можешь с собой в гараже Уже когда научился играть И в бары, когда с гаражей уже вырос И потом даже можно будет В маленькие туры на клубы брать Потому что эта гитара Это может быть профессиональным инструментом Студийным инструментом Может быть, ну опять же Смотря что мы записываем Вам всем огромное спасибо за то, что смотрите канал Гитарные истории Канал существует только потому, что вы это делаете Огромное спасибо всем, кто досмотрел до этого момента 30-минутное, как всегда, видео Друзья канала только досматривают его до этого момента Всем на пасаран Огромное спасибо за струнки За то, что вы там покупаете С комплектующие к своим гитарам Вам 7% скидка Мне плюхи капают Огромное спасибо патронам Спонсорам большое спасибо Огромное спасибо всем, кто Участвует на стримах И поддерживает наши стримы Вот у нас на следующих войнах еще 2 стрима Один, правда, не гитарный будет сильно Ну как? Он будет с гитарами связанный Это Паша Киноман Это тот человек, которого я считаю хранителем памяти о дианостах То есть он Это топовый, топовый русскоязычный блогер Вот это ретро-вщики Или как их называют Ну там игры Помимо игр также многое там телевидение того времени Это все у него ностальгическое Очень-очень ностальгический канал Я его очень сильно люблю Уважаю этот канал Поэтому я не мог не пригласить Пашу И Паша также, он понятно Играет на гитаре Киномания у него канал Группа кино Все это связано Потом поговорим с вами Надеюсь, вам понравится Но если вы, конечно, чисто на канале Гитарной истории из-за гитар Может быть там будет вам не сильно интересно Ну все До следующего видео На канале Гитарной истории Только интересные гитары Субтитры сделал DimaTorzok